Всем привет! Мы в Венеции. Что это за город такой? Ну, давайте посмотрим. Приехать сюда довольно несложно. Из города Местре около 4 километров. Можно приехать на автобусах. Также можно приехать на поезде. Евро 35 поезд. Венеция роскошный город. Приехать можно и с детьми. Ну, давайте посмотрим, что мы тут увидим. Мы сейчас на площади Рима. Называется по-итальянски. И отсюда можно уже поплавать по каналу. Гранд-канал. Большой канал. Но при этом обязательно иметь вот такие проездные. Купить его можно на один день, на три дня, на четыре дня. И на неделю можно купить. Цена, соответственно, зависит от того, сколько дней у вас здесь в запасе. Также детские. Они дешевле. Что еще вам надо? Обязательно маска. Все. В хорошем настроении. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, на площади Святого Марка. Перед нами базилика Святого Марка. Женчужина этой площади. Одна из самых красивейших базилик вообще Венесы. Кстати, она никогда не была кафедральным собором, что само по себе удивительно, потому что равной ее вообще нет. Она очень красивая изнутри и снаружи. Изнутри ее украшают великолепные золотые мозаики, которые сделаны из кусочков камня и кусочков стекла. Мы строили ее на протяжении многих долгих лет и в итоге позаимствовали у Византии, из непостроенной византийской церкви. Мы взяли основу и добавили все элементы архитектурные, которые мы знаем. Здесь все стили и барокко, и готика. Мы можем наслаждаться, наблюдать, смотреть и посетить. Обязательно рекомендуем вход 3 евро. Обязательно надо прикрывать плечи в мини-юбках, в купальниках и в маечках, на бретельках не пускают внутрь, поэтому нужно обязательно брюки или удлиненные шорты. Женщины в юбках или в длинных платьях. Помимо этого, можно без головного убора, но обязательно помнить, что когда вы входите, у вас измеряют температуру, вы заходите в кассу, там внутри можно купить билет за 3 евро. Детям от 6 лет надо тоже платить, но маленьким до 6 лет платить не нужно. Каменный пол там выслан маленькими кусочками, из маленьких камней. Тоже интересно, мозаика такая красивая. Можно купить внутри сувениры, есть лавочка. Сувениры разные, свечки по 3 евро, иконы от 50 евро разные в металле, разные четки, разные бусы из муранского стекла. Пишут, что оригинально муранское стекло, мол, не Китай, не изделие из Китая. Ну что еще? Пожалуйста, ходите, смотрите. Очень красиво, очень интересно. Каждый для себя найдет понравившийся ему сувенир. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, тут недалеко кафе знаменитое, известное, Флориан, где бутылка минералки стоит 7 евро. Там играет рояль и трудится скрипач, который подыгрывает этому роялю. Я не знаю, как удерживают пальцы у пианиста, потому что он играет нон-стоп, без передышки, без перерыва. Туда подходишь, сразу слышишь, что это кафе рояль, потому что оттуда идет живая музыка. Она удивительно красивая. Люди, конечно, слушают. Сидят людей мало. Но если вы зайдете в какое-то кафе рядышком, вы увидите, что людей там побольше и соответственные цены ниже. Но для кого-то важно посидеть именно в кафе Флориан, где 100-летняя традиция, где красота неимоверная, интерьеры замечательные. Обязательно зайдите, посмотрите. Не обязательно пить кофе, пройтись тоже можно. Если хотите где-то отдохнуть, а если захотите в магазин сходить, заходите в дворец Дожи, в Каланнадо. И масса дорогих, хороших, красивых магазинов с изделиями из муранского стекла, с изделиями из кожи, обязательно ювелирные изделия. Все бутики у ваших лорг. Приходите и покупайте. Очень красиво. Каждое кафе здесь красивое. Здесь в каждом пол каменные, стены чуть ли из мрамора, потолки какие, а люстры шикарные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После длительной прогулки невероятное удовольствие сесть и съесть итальянскую пиццу. Просто красота. Супер! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok